вы на канале елена фурц говорю тихонько потому что дома домашние спят я уже вышла в общий коридор а кстати мое утро сегодня началось в красном хоть на улице дождь почему-то захотела сидеть красная это вот что осталось у меня два пакета после того как я вчера перебрала листики черники брусники и 3 подносика у меня осталось осушиться мои сумки она вся раскидалась разбросалась сейчас одеваюсь и как обычно на работу время начала седьмого утра не к 7 утра на работу поэтому все нормальные люди в такое время еще либо просыпаются либо еще спят но я отношусь к числу других людей а моя машина описалась видите какую лужу на дудонила за ночь а безобразница ты безобразница эти чудо шел и она на дудонила короче никто не может не найти откуда мне течет вода она течет откуда оттуда он даже видно с какого места я уже сама заглядывала с фонариком под капотом и мастерам говорила либо они не хотят возиться либо бестолковые все таки но где-то же идет этот протечка где-то проходит это вот вода и мне постоянно коврики во время дождя вот такое тут безобразие творится даже когда сильные дожди бывают несколько дней я бросаю сюда газеты чтобы все это дело за запитывалась впитывалась потому что когда воды много в корде коврик переполняется ли она спит еще на ходу и под коврик затекает вода кстати на газе тут нету сейчас тоже не мешало кинуть сейчас опять с ящика вытащила что-то там соли маленький пакетик не пришел и вспомнила забыла рассказать на днях мне в ящик тоже кинули пакет я же никогда не проверяю на чье имя обычно заказываю только я в семье и открываю пакет свою думаю я такого не заказывала хотя и размер мой все мое но знаю что это не мой заказ смотрю в другую квартиру не в мою короче перепутали пришло другую квартиру я заклеила как могла потому что я рву все это дело нещадно не аккуратно заклеила запихала но я чего виновата что лишь мне ящик сунули то есть вернула назад хозяйки женская там блузочка кофточка ладно поехала все на работу на работу первый раз вы слыхали это вас лена развеселилась с утра ну все стою на светофоре свернула туда тряпку но тряпки то мало поправила коврик чтоб не затекала кстати когда вот повышенная влажность в машине из-за этого запотевают окна когда на улице влажно в машине влажно вернее в самом салоне поэтому надо ужасно некомфортно ездить влаги бесконечной едешь как в танке потерь все окошко зеркальце немножко и глазеешь туда город спит ездят автобусы только немножко маршрутки машин как обычно в такое время мало поехала мой зеленый вчера не могла долго уснуть ворочалась ворочалась уснула я думаю наверное лет двенадцати может даже и попозже утром так неохота вставать глаза еле открываешь думаешь ой-ой-ой-ой как же я буду целый день работать ни сил ни энергии а прошло 10 минут и все нормально за это я люблю свой организм когда встаешь прям кажется что ты разбитая корыта потому что сплю почему-то последние несколько месяцев очень мало просто засыпаю а вставать приходится рано а вот утром я бы не отказалась еще поваляться но зато все равно встал походил даже кофе сегодня не пила часто работе попью и уже еду на работу и бодрячком жизнь прекрасна хоть и дождь идет а теперь я уже еду домой на работе снимать совсем было некогда день тяжелые работы много иногда бывает то что у меня работы мало два и такие дни когда приезжают но как-то веков с области отовсюду и поэтому работа просто не заканчивается а сейчас отпускной период я одна то сработаю за двоих ну то есть как бы все рабочий день закончился бы я сегодня устала конечно ехала во двор он женщина в зеленой шапочке постоянно кормит котиков постоянно есть нездоровуюсь не знаю даже с какого на подъезда с нашего или нет заботиться и она рассказала мне что на днях прибежали три собаки тоже они приблудные собаки где-то по району бегают и разодрали готов несколько котов по-моему два или три кота разодрали они же такие добрые ручные и дворника прямо соскабливали их с асфальта так вот прям такие были трупики жалко котиков женщина молодец умничка подкармливает хорошие кичи такие пойду поздороваюсь пришла домой и сразу на кухню тереть овощи от морковка у меня тут в данном случае тыква и муж меня спрашивает чего ты не переодеваешься я говорю у черепахи глаза голодные пока ее не покормлю переодеваться не буду дело в том что я решила кормить ее вечером как мне советовали и сразу после работы сначала черепашки даю кушать а потом уже сама переодеваться буду вот я же казала кузова и оказалось у глаза голодные а мне не верил никто голодные глазуны такие у меня были скажу да освещение не так сильно гляньте как мы коза ем здесь тыква в перемешку и она сейчас пропитается не знаю сколько нас есть это я для экспериментов положила побольше хочу посмотреть сколько нас трескает но что дома дома я убрала у морских свинок это у меня заняло много времени потому что когда убираю по чуть-чуть и убирают быстро а когда я убираю тщательно то время занимает много искупала шиншиллу кто не знает шиншиллу купаются вот таком песке вулканическом вон она нос моя клеточка я в клеточку отражаюсь потом посюсюкала с черепашкой со своей и пошла варить себе суп потому что мужа первая ещи со свежей капусты а у меня первого нету а я хочу себе сварить люди но я пришла на кухню варить суп убирала все с подоконника потому что вместе с варкой супа я выпустила погулять свою шиншиллу потому что мне не успеваю я ничего мне не разорваться и с ней надо погулять и супчику сварить этот баррикады я от нее устрою чтобы на под мойку не залазила вот кто не видел такая моя шуша побольше про нее можно узнать на канале елена зверята ссылки я всегда оставляю под видео если конечно не забываю но я займусь супчиком а шушка моя пусть бегает бульон закипел там уже плавает порезанные две картошечки мои 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 у меня сейчас туда насыплю зеленый лучок который я сама морозила мне морозилки это все замороженная лучок вперед из песни также болгарский перчик засыплю который я сама морозила тоже наверное кину побольше отчетом оставлять все там пакетики немножко кинулись уже запах пошел классный еще положу стручковой фасоли которую я не сама морозила который я покупала бабах бабах и щелочку так проверю густоту такой средней густоты я на счете ему добавила сейчас посмотрю что мне еще есть тем временем шиншилла моя тут гуляет скачет прыгает ей скучно лена мало внимания и уделяет да сузык что-то там насла ты ко мне пришла шут варить видите как шиншилла отталкиваются выходи оттуда за угла не люблю как ты прячешься выходи выходи ей все надо на любопытное добавила еще туда помидорку китайской капусты укропчика петрушки сушеной правда все пусть варится я пока наверное фиалки сняла из-за шиншиллы сейчас я их полью и потихоньку начну ставить назад и загонять эту барыню эти полью и закругляться на кухне потому что видео то я показываю долго но быстро вернее сказать но толкусь то я уже тут немало а это моя любимая орхидея зацвела вся-вся-вся прям до самого кончика и первый самый первый цветочек вот так он отвалился и будет еще вот свисти вот это вот у меня такой цветонос это моя первая радость моя такая орхидея и вот так она меня пока что радует загнала шиншиллу полюбовалась как отдыхают мои свинки в чистоте и порядке и пошла заканчивать на кухне свои дела хоть мы как живаем и нас гоняй на мне издиоту ну все уря победила я кухню протерла полы доварила свой суп поставила на место цветочки все политые все красивые все моя месяц здесь уже закончена время почти 9 вечера встала я в 5 утра и спать еще пока не собираюсь но чем я займусь сейчас я забралась на кровать взяла черепашульку взяла свой ноутбук муж у меня в ночь на работу обычно у меня тут лежит смотрит телевизор я сижу в комнате со своими там проблемами делами ноутбуками ютубами а когда он в ночь я или свинок могу сюда взять застелить или вот как сейчас я взяла черепашку чтобы мне не было скучно и займусь буду монтировать видео и мою красавицу буду выгуливать так что если вам понравилось мое видео ставьте конечно лайки вам не жалко мне приятно и подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик вы тогда никогда не пропустите новое видео а я вас всех люблю всем пока и до новых видео жмите на канал